Бескорыстная помощь другим, как образ жизни. Большой слёт волонтёрских отрядов под названием «Доброслёт» пройдёт в Огде 15 октября. На нём добровольцы поделятся опытом и идеями для будущих проектов. Заявки уже принимаются в молодёжном центре «Горком-35». Наша съёмочная группа познакомилась с первыми участниками. Вот это наш штаб. Мы тут проводим организационные собрания, готовимся к мероприятиям. И вот, как вы видите, у нас волонтёры готовятся к мероприятию «Школа молодого бойца». У меня предложение, можно сделать флешмоб танцевальный. Хорошая идея. Именно за этим столом и появляются на свет проекты, которые потом становятся самыми яркими моментами студенческой жизни. Их авторы – студенты молочной академии, члены отряда «Свобода». Занятия со школьниками, помощь бездомным животным, организации проведения различных праздников. И это далеко не полный список. Чаще всего бывает, что к нам обращаются, например, как дом ветеранов. Мы помогаем бабушкам, прибираемся и волонтёрами на мероприятиях. В русском доме было мероприятие для пенсионеров, им вручали дипломы, награды, и мы были как раз волонтёрами. У одних уже был волонтёрский опыт в школе, другие только в ВУЗе присоединились к движению. Но ни один из них о своём выборе не жалеет. Волонтёрская деятельность бескорыстная, хотя иногда награда за неё всё-таки полагается. Например, вот этот клубок ребята получили, выиграв конкурс среди студенческих команд академии. Ты постоянно чем-то занят. И очень привлекает активная жизнь. Внутреннее удовлетворение какое-то. Просто нравится это и занимаешься этим. В ВУЗе сегодня работают 30 волонтёрских организаций. И по статистике каждый третий житель областной столицы – участник добровольческого движения. В этом году, 15 октября, все они соберутся на «Доброслёте». Мероприятие, организатором которого выступает молодёжный центр «Горком-35». Если в марте проходил форум, в котором участвовали начинающие команды, то на этот раз свой опыт представят активно действующее объединение. Студенты, школьники, работающая молодёжь. Будут даже отряды пенсионеров. Их называют «серебряные волонтёры». Такие встречи помогают выстроить систему взаимодействия между добровольцами в разных направлениях. Это и экология, это и пропаганда здорового образа жизни, и медицинское волонтёрство. И все эти ребята, они в своей области занимаются вот как раз волонтёрской деятельностью. Этот слёт направлен на то, чтобы объединить все эти волонтёрские объединения, познакомить их, чтобы они обменялись опытом, и чтобы затем у них выделился какой-то новый проект, новые мероприятия в сфере добровольчества. Для участия в слёте необходимо до 12 октября подать заявку в Молодёжном центре «Горком-35» по адресу Советский проспект 24 или по телефону 76-02-55. Доброслёт пройдёт в Бабушкинской библиотеке в программе дискуссии, лекции, презентации проектов. Волонтёрский отряд «Свобода» представит свою программу «Месяц здоровья», один из пунктов которой – сбор донорской крови. На один день Молочная академия станет выездным пунктом станции переливания крови. Татьяна Рыжко, Максим Тышковец, Вологда.Портал.